здравствуйте дорогие друзья с вами вновь александр сазонтов и я как всегда представляю свой авторский канал рождение новой жизни и сегодня я хочу продолжить беседу по поводу использования перекиси водорода для борьбы с черной бородой и сине-зелеными водорослями но в начале своего видеоролика хочу предложить вашему вниманию интересный канал посвященный приусадебному хозяйству и называется он мой сад и огород автор канала уделяет большое внимание выращиванию овощей и фруктов на своем приусадебном участке кроме того строит дом из газобетона о чем постоянно снимает и размещает на канале видеоролики канал также будет интересен любителям самоделок в домашних условиях вы увидите приспособления значительно упрощающие нашу жизнь помогающие механизировать и упростить каждодневные рутинные дела канал будет интересен любителям самодельщикам которые привыкли делать и модернизировать все своими руками на канале присутствуют плейлисты разбитые по категориям так что каждый найдет для себя интересную категорию канал молодой развивающийся давайте поддержим автора канала заходите смотрите подписывайтесь ссылка на канал под видео роликом и так я продолжаю свой рассказ о борьбе с сине-зелеными водорослями и черной бородой при помощи перекиси водорода вот перед вами вы видите вот аквариум куда я на протяжении пяти дней заливал перекись водорода из расчета примерно 5-10 миллиграмм на вот эту емкость которая составляет 20 литров что у меня получилось видите все листья абсолютно очистились от перекиси водорода и все чистые но есть один небольшой нюанс вот листики поначалу видите да вот погибшие листики и на них вот зеленые прям зеленый вот видно до погибшие черная борода вот сейчас я вам попробую показать это дело все вот так вот вот видно листик полностью погибший то есть вот он оторвался вот такая же ситуация вот погибший листик вот погибший листик вот погибший листик то есть вы видите листики на которых была черная борода вот видно да и листик погибший и черная борода тоже тоже погибшие вот этот листик вот так вот это все выглядит вот они листики погибшие которые сейчас оторвались значит я вам скажу так что каждый день перекись водорода я не добавлял добавлял по 5-10 миллилитров примерно через день вот чтобы не был у вас иллюзий вот смотрите вот эти вот листики вот они погибли но зато все остальные которые не были поражены черной бородой себя прекрасно чувствуют и листьям и самим растением смотрю никакого ущерба не нанесено вот так вот какой я делаю вывод вывод я делаю такой что листья пораженные черной бородой видимо все равно погибают но при небольшой концентрации все зависит от времени даже если вы каждый день не льете сюда перекись водорода то все равно в первые часы при отсутствии освещения при наличии аэрации и при подливе в воду перекиси водорода перекись водорода действует гибельно на как на пораженные листья так и соответственно на черную бороду сине-зеленые водоросли тоже пропадают вот еще раз хочу показать что вот эти листики которые были поражены слабенькие листики они все погибли но с остальными листьями вот большой листик вот этот лист частично на нем была черная борода и он частично все равно погиб а вот на этих листиках на которых черной бороды не было и сама корневая система чувствует себя прекрасно так что я считаю что но это опять же мое личное мнение значит бороться с черной бородой при помощи перекиси водорода не только можно но и нужно не обязательно думаю покупать для этого сайдекс который стоит денег а уж перекись водорода думаю что в любой аптечке у любого так сказать уважающего себя человека есть потому что перекись водорода один из достаточно необходимых продуктов который есть у всех но если нет он стоит сущие копейки всегда можно приобрести его и использовать для борьбы причем я думаю что это у меня здесь 20 литров емкость можно поставить в любую емкость но у меня как эксперимент прозрачный можно поставить в обычную чашку пусть она будет непрозрачный свет абсолютно не нужен главная аэрация и наличие так сказать перекиси водорода поэтому можно поставить в любой кувшин напихать эти растения из расчета литров воды накапать туда перекиси водорода и если есть такая необходимость добавлять либо каждый день понемногу либо через день дозировку я вам примерно сказал лучше думаю дозировки не будет остальное все время и в течение так сказать трех четырех даже там до недели дней от черной бороды вы избавитесь еще был вопрос у меня как перекись водорода вообще действует на рыбок я думаю что экспериментировать здесь не стоит если есть возможность убрать эти растения из общего аквариума лучше сделать именно так у меня был опыт борьбы с гидрой вот поэтому именно вот так вот было я поместил в общий аквариум налил большую дозу перекиси водорода но я при этом убрал оттуда рыбок и убрал растения потому что на рыбках и на растениях соответственно гидра не садится она только на стеклах вот кто не знает откройте энциклопедию и спокойно посмотрите что это за животное вот можно бороться вернее это уже даже рекомендации борьбы с гидрой при помощи перекиси водорода кто не знает вот кто знает очень замечательно но я буду заканчивать свой репортаж надеюсь вам понравилось вот так вот теперь это все выглядит вся борьба с пепель при помощи перекиси водорода я думаю что вам это в дальнейшем все пригодится с вами был александр сазонтов и это мой авторский канал рождение новой жизни до новых видео александр сазонтов и